Дорогие друзья, это Дмитрий Гассет, показывает его потом. Сегодня речь пойдет о морских животных. Дело в том, что когда-то в моем блоге был рассказ о вот этой вот маленькой книжечке, да? Виктор Шеффер, «Год кита». Когда-то издательство «Гидрометеоиздат», да, Ленинград, 88-й год. Сейчас это библиографическая редкость, ее не достать. Она вот уцелела при всех переездах. Я все время мечтал, чтобы такая же книга была посвящена и другим животным морским, не только кашелоту, поскольку «Год кита» – это как раз рассказ о первом году жизни кашелотенка, такого маленького кашелотика. Как он родился, как он растет, как живет его стая, и как она совершает свой годовой цикл миграции по водам Мирового океана. И потом, значит, возвращается, и в этот год как бы укладывается вообще рассказ о кашелотах, в принципе, этих удивительных созданиях, и о китообразных. Так я хотел бы, чтобы была книга для детей, написанная также интересно и тоже повествующая о, значит, китовых с первых дней с рождения, да, и до старости, чтобы весь, значит, цикл жизни был представлен. И мне она так бы понравилась. Наконец-то я такую книгу встретил. «Синий кит» Андреас Тьернсхауген. Ну, вы понимаете, скандинавы невозможно совершенно произнести. Вот, я что хочу сказать. Эта книга именно для юного читателя. Вот реально можно начинать читать в начальной школе. Нет ничего сверхсложного, не рисуются схемы распространения ультразвука в воде, да, со всякими герцами, да, то есть ребенок это не поймет. Он хочет связанный рассказ о том, как в дикой природе живет самое большое существо на нашей планете. Согласитесь, это пусть не самая, может быть, почетная, да, но выдающаяся должность в животном мире. Потому что синий кит, или голубой кит, вот он, значит, невероятная история самого крупного животного всех времен. Это действительно самое крупное создание. Мы по сравнению с ним букашки. Если вы встретите в море этого кита, вы будете поражены, потому что это что угодно. Скала, остров, субмарина. Это, ну, какая-то такая штуковина, но не может быть живым организмом. Это же в голове не укладывается. Удивительно и то, что это именно животные, а не рыба. Потому что у него есть легкие, он дышит воздухом, он полностью похож в этом смысле на нас с вами. И удивительно то, что вот эти игривые дельфины, которые, значит, нам так нравятся, они являются родственниками синего кита. И, в общем, тоже являются животными, живущими в морской воде. Есть и пресноводный дельфин, значит, и тоже приспособились для этой жизни очень сильно. Эволюция просто преобразовала все их части их тела, да, их организма для того, чтобы они могли жить и чувствовать, благоденствовать вот именно в этой вот воде. Что в этой книге, что у нас внутри? Это такая монотематическая энциклопедия для детей, где рассказано о жизни китообразных, о жизни голубого кита. Но постоянно упоминаются, естественно, и дельфины, и там, косатки, допустим. Почему? Потому что это важно. Важно вписать в контекст биологический, да, биологического разнообразия. И важно очень вписать в контекст эволюционный. Здесь есть отдельная глава, которая как раз посвящена наглядно, с картинками, я вам покажу, как кит постепенно превращался из четвероногой твари, забрёдшей в воду мелкого тёплого озера, да, много миллионов лет назад, вот в то гигантское потрясающее создание, которое мы видим. Ребёнок получит ответ на все важные вопросы. О том, как кит плавает, как часто он всплывает подышать, как устроен китовый фонтан, и почему это не пар, почему это вода. Вот, просто водяные брызги, они создают вот эту радугу и вот это вот облако водяной пыли, да, над дыховым кита. Значит, как всё это устроено, как кит питается, как устроен китовый уз, значит, почему самое большое существо на планете питается едва ли не самыми маленькими существами на планете. Вот, и каково соотношение планктона или криля, да, значит, к ежедневной норме кита. Да, а как киты общаются? Здесь рассказано и о, значит, семьях китов, да, о китовых стаях вот этих вот, и об их перекличке, значит, которая облетает сотни тысячи километров под водой. Это совершенно потрясающие животные в этом отношении тоже. Они поддерживают отношения и знакомства, разделяемые огромным количеством километров воды. Вы понимаете, что киты, они социальные животные очень сильно. И это тоже удивительно, на этом вот автор останавливается. Рассказ, конечно, упоминается и одинокий кит знаменитый, который не на той чистоте поёт, его песни никто не слышит во всём мире. Значит, есть, как я уже говорил, вот, «Как киты стали морскими животными», эволюционная главка. Значит, очень подробно, даже я бы сказал, действительно, вот, для читателя уже взрослого, спокойно всё понимающего, проблемы нашего сегодняшнего мира, оценивающего трезво, даже для такого читателя это волнительно и очень печально читать про историю китобойного промысла. Потому что мы этих волшебных тварей едва не истребили совсем, совсем от слова вообще. Было бы невосполнимой, чудовищной просто потерей, потому что, ну, самые крупные существа на планете, да. Люди охотно и, значит, очень успешно, несмотря на разницу в размерах и в мускульной силе, да, охотились на китов и, в общем, изобретение нескольких веществ, в том числе гарпуна с разрывными пулями, которые убивал кита мгновенно, а также лебёдки электромеханической, а до этого, значит, паровой, которая поднимала тушь, потому что половину китов убивали и даже не могли воспользоваться плодами своей охоты, поскольку туши тонули. К ним привязывали гарпун, запускали отдельный с линием, то есть с длинной верёвкой, на конце которой был бочонок. Когда, значит, кит всплывал, раздуваемый газами, да, то бочонок оказывался на поверхности воды, его замечали и тогда подплывали и уже подтаскивали тушу для разделки к китобойному судну. Когда появилась лебёдка, это стало возможно сделать сразу же, да. Когда изобрели порох, изобрели пороховой гарпун, ну, то есть, в сущности, оружие, стреляющее вместо снаряда, да, вместо каких-нибудь разрывных пуль, вот именно гарпуном. Множество изобретений помогло, скажем так, оптимизировать, сделать более эффективным китобойный промысел. И киты стали, по голове китов стало резко сокращаться. Мы их почти всех съели. Это печально. У нас были бы вот сейчас вот только такие кусточки в музеях, всё, что нам досталось от ископаемых предков кита. И вот эти вот прекрасные гиганты, значит, они бы просто исчезли. Видимо, автор, как наследник культуры своей традиции, да, северных стран, северные морские страны, все участвовали в китобойном промысле, значит, он на этом более подробно останавливается. Конечно, сейчас всё это сведено к минимуму. Убой китов это исключительное явление. Японцы, по-моему, ещё не отказались от него полностью, мотивируя тем, что морепродукты – это вообще основа их питания и национального дохода. И как бы они, несмотря на любые высокие технологии, фабрики, заводы, там, и полёты в космос, они всё равно питаются с моря. А кит – это плод, выросший в саду. Значит, море – это мой сад, говорит эскимос в одном из фильмов. А киты – это плоды, которые растут в этом саду. Вот я их собираю. Да, да, жителям коренных народов по-прежнему промысел такой не запрещён. Вот, не знаю, охотится ли кто-то на китов, но голубой кит, к счастью, сейчас у нас под охраной, и с ним всё в порядке. Кстати, он не голубой, какого цвета по-настоящему кит? Что представляет собой его кожа и подкожный слой, знаменитый, вот та самая ворвань, тот самый жир, да? Значит, что за животные, существа живут на поверхности кита? Это целая планета, на нём можно жить, да? Вот сцена китобойного промысла. Кстати говоря, художник очень достоверный, очень так по-доброму нарисовав всех изображённых животных, на людях, по-моему, отыгрался. На лица этих китобоев лучше не смотреть. Не детям, не взрослым, да. Ну, потому что чувствуется отношение, да, хотя всё понятно, что это исторически обусловлено, когда-то это было прогрессивно, когда-то лучше было добыть одного кита, чем забить целое стадо рогатого скота, да, что гуманией, большой вопрос. Но сейчас уже это совсем по-другому воспринимается, и по-другому должно, значит, человеком разумным распоряжаться. Вот в конце идёт раздел факты, очень большой, очень насыщенный, да? Вот. И здесь вот эта вот история китёнка, да, история синего кита с момента рождения, да, потому что это же семиметровый малыш называется первые глаза. Глава, вы представляете себе такой малыша такого, младенчика, семь метров, поглощает в день 200 литров молока, 200 литровых пакетов. Это, друзья мои, две палеты. Вот полностью палета грузовая на складе, представляете, да? Китёночек такой, да? Ну, конечно, только природа, её величество природы в масштабах планеты могла создать такое существо, прокормить его, да, значит, и водрузить эту вишенку на вершину, значит, эволюционной пирамиды. В каком-то смысле кита, да, это предельное состояние того, чего может добиться млекопитающее под водой. Вот, значит, вот ареалы обитания кита, то есть всё очень подробно рассказано. И в то же время, напоминаю, это связанное повествование. В конце есть прекрасный эпилог, который называется «Всё в этой книге правда», потому что некоторые факты умопомрачительные, а, в общем, в некоторые вещи сложно поверить даже. Вот, да, действительно, эту книгу рисовали по изображениям, фотографиями, киносъёмкам реальных китов, и она рассказывает о реальном поведении китов. Ещё одну книгу я под конец хотел бы представить, это «Жизнь океанских губин» Сергеева, тоже на меня в детстве произвела впечатление. Но это книги для тех, кто постарше, кто уже очень много знает об окружающем мире, для взрослого читателя. А вот для детей настолько ясно, точно, на мой взгляд, ну, я же не истиолог и не специалист по морским млекопитающим, настолько интересно написанных книг не так уж много. Вот, некоторые из них специально предназначены, как бы, помните, комиксы «Морские животные» для детей, да, в занимательной форме, некоторые более наукообразные, более, значит, в традиционной форме написаны. Но вот эта книга, конечно, покорила меня именно тем, что о китёнке рассказывается вот так вот подробно, по себе, как он растёт, как он развивается. И параллельно всё это вписано в большую историю, большой экологический контекст и биологический контекст. Вот такая вот замечательная книга «История самого крупного животного на Земле». Ну, я хоть и не самое крупное животное, хотя я гляжу на себя в профиль иногда, мне кажется, что это так. Вот, но кит, по сравнению со мной, конечно, всё-таки крупнее.